Здравствуйте, уважаемые зрители! Я продолжаю тему по грибам. По уникальным лечебным свойствам высших базидеальных грибов. То есть, многие из них вам известны. Ну, например, такие как лисеечки, белые грибы, подосиновики, это понятно. Но некоторые вы, может быть, не знаете. По крайней мере, как многие писали под дождевиком, когда мы опубликовали это видео, где люди писали «О, проходил ногами, бил, не знал, какими свойствами обладает». Теперь вы будете знать и, возможно, использовать в лечении, профилактике, потому что наши предки и славяне, и многие другие народы в древние времена пользовались грибами, знали, что это лекарственное сырье, что травы и грибы это наши, что называется, говоря современным языком, таблетки и препараты. Так вот, мы утеряли эти знания и получили много проблем, то есть, мы не можем с многими справиться естественным путем, без побочных эффектов, без вреда для здоровья, но теперь сможете. Итак, кратко сначала о МИИТАКЕ. Сегодня ведь речь о нем. А потом подробно расскажу немножко про историю, это будет очень интересно, про древние времена, как применяли МИИТАКЕ, ну и подробнее про лечение и дам конкретные советы и методики. Итак, МИИТАКЕ называют грибом для женщин. Почему? Дело в том, что он обладает способностью снижать, устранять, скажем, проблемные, неприятные явления предминструального синдрома, такие как тянущие боли, раздражительность, головные боли, слабость, утомляемость, как последствия этих явлений и процессов нарушения гормонального фона. МИИТАКЕ способствует нормализации гормонального фона у женщин. Он уменьшает климактерические явления, снижает частоту вот этого прилива крови, потливости, раздражительность и так далее, и так далее. Он обладает также противоопухолевыми свойствами, потому применяется в комбинации, например, с весёлкой, шитакей, рейшей и другими грибами в решении серьёзных проблем со здоровьем. МИИТАКЕ, кстати, способствует рассасыванию доброкачественных образований, особенно в женском организме, таких как мион, фибромион, кист любых локализаций. Применяется при мастопатии и очень эффективно. О ней я расскажу чуть позже. Так вот, дорогие друзья, когда-то в Торонто, это Канада, понятно, да, висел такой, рассказывали очевидцы, огромный плакат с изображением гриба МИИТАКЕ и надписью «Канадский гриб номер один». Ну, понятно, что Канада лесистая, лесная страна вторая по площади хвойных лесов в мире после России. И грибы те же примерно растут, потому что климат умеренный до континентального, резконтинентального примерно то же самое. Так вот, почему там в Канаде гриб номер один, считают сами канадцы, ну, по крайней мере, специалисты, кто разбирается эти вопросы. Рядом с Канадами граничит какой государство? Соединённые Штаты Америки. А там это хит, что называется, продажа, связанная с биодобавками. Более того, я скажу цифру, она известна, что 5-7 летней давности данные составляют 35-37 миллиардов долларов в год. Это вообще абсолютный рекорд для всех биодобавок. Ну, и этого сырья катастрофически не хватает, потому что, например, доставка из Японии дорогая, где из Китая, ну, так сказать, всё-таки это тоже сама доставка дорогая, качественная сырья там мало, по крайней мере по Мейтаке. И вот американская баночка Мейтаке в розницу, качественная, дикая, не на плантациях выращенная, стоит от 250 до 500 долларов. Ну, всё зависит, понятно, от сырья. Так вот, если речь идёт про натуральное, то это ближе к 500 долларов, 400-500 стоит. И не может дешевле быть, потому что растут они ограниченно. Так вот, Канада является поставщиком дикорастущего Мейтаке. Поэтому у них ажиотажный спрос и, так сказать, многие занимаются этим промыслом. Существуют канадские фермы по выращиванию Мейтаке. Технология эта освоена с 79-го года, разработанная японцами и применяется успешно в Канаде. Ну, вот поэтому канадцы, что называется, молятся на этот гриб. Американский рынок очень широко применяет, как я уже сказал, шитаки, рейши и другие целебные грибы уже даже в официальной медицине и для реабилитации онкологических больных. Очень широко. Поэтому, значит, гриб это целая, можно назвать так, мини-аптека. Во-первых, почему? Что исследования показали? Во-первых, сердечно-сосудистые заболевания, которые, как говорится, поражают практически каждого второго человека в развитых странах. Во-первых, в Мейтаке найдены вещества, были лабораторные, которые были доказаны, и они, эти вещества, растворяют холестерин и поддерживают эластичность сосудов, то есть, атеросклеротические бляшки растворяют. Второе, опухолевые заболевания, поскольку, например, в том же США каждый третий уже от мала до велика имеют ту или иную форму онкологии, вопрос только в стадии пораженности. Далее, эти противоопухолевые свойства, особенно в комбинациях с рейшей и шитакей, очень сильны и действуют однозначно. Третье, это ожирение. Дело в том, что в США ожирение, это просто эпидемия, и эти продукты помогают расщеплять жировые клетки, активно расщеплять. Поэтому МИТАКИ применяется и в этой связи очень серьезно. Итак, поддержание сосудов в тонусе, в хорошем состоянии, работа сердечно-сосудистемы укрепляется, улучшается, снижение веса и противоопухолевая активность. Вот потому очень многие, даже звезды шоу-бизнеса в том же США, являются поклонниками, да, и видели на себе результаты. Это такие люди, как Стивен Сигал, Вупи Голдберг, например, там, и так далее, и так далее. Об этом они сами рассказывают в своих блогах и так далее. Про наших тоже не будем говорить, все понятно. В Америке, кстати, называют гриб-баран. И есть такие кабельные каналы или, скажем, по природе, когда там даже есть сборщики, про это показывают, как собирают этот гриб, продают за огромные деньги и в рестораны и так далее. Хотя, опять-таки скажу вам, что помните, об этом я много раз говорил, что при термообработке выше 38-40 градусов лечебные вещества, то есть действующие вещества полисахариды, фитонциды грибные разрушаются. Поэтому только в сыром виде или в специально переработанных порошках это надо применять. С давних пор, говоря о Японии, японские вот женщины также применяли этот гриб. Во-первых, в плане свойств снижать вес, да? Ну и это понятно. В Японии, в общем-то, было относительно до 60-х годов правильное питание, близкое к, все-таки, более адекватному. И толстых людей там не было никогда, пока они не внедрили питание на американский манер. Что касается лабораторных исследований, десятки лет уже достоверно установлено, потому что на крысах, мышах проводилось огромное количество исследований, когда также с питанием они меняли вес, то есть не набирали даже при более калорийном питании излишний вес. Происходило снижение при потреблении к мейтаке. Исследования, которые проводили в одном из клиник Токио с применением 30 человек с избыточным весом, которые получали с пищей, причем с привычной пищей, я подчеркиваю, грибы показало, что пациента потеряли от 2,5 до 14 килограмм за 8 недель без изменения питания своего. Хотя, дорогие друзья, питание надо изменять. В любом случае, у кого у вас неадекватно, я советую все-таки переходить на веганское сыроедное живое питание, как и предусмотрела для нас природа. Так вот, доктор Масонори Юкота разработал систему на основе трех грибов шитаки, мейтаки и тротовика лиственничного. Поясню. Значит, тротовик лиственничный это сильное гепатопротекторное средство, которое восстанавливает клетки печени, чистит ее мейтаки. Понятно. Шитаки это мощнейший иммунокорректор, иммуностимулятор, активатор наших защитных клеток иммунной системы, например, макрофагах, на мембранах которых начинают синтезироваться в больших количествах, чем прежде до приема шитаки, фермент перфорин, который растворяет раковые клетки. И потому вот эта троица является очень сильной, во-первых, системой для похудения, снижения массы тела. Она как раз и используется в Голливуде. Давайте сразу скажу, как потреблять. По одному саше пакетику два раза в день шитаки за 30 минут до еды, запивая водой, пакетик открывается, высыпается порошок в рот, стакан заранее приготовленной воды комнатной, либо чуть выше температуры стоит перед вами. В рот набрали полобъема рта, буль-буль-буль так языком растворили, раз проглотили и допили этим стаканом воды. Второй препарат это МИТАКИ по две капсулы три раза в день за 20 минут до еды. И ТРУТОВИК ЛИСТВЕННИЧНЫЙ по две капсулы три раза в день за 10 минут до еды. Таким образом, что на месяц потребуются две коробочки шитаки водорастворимого, три коробочки МИТАКИ, три коробочки ТРУТОВИК ЛИСТВЕННИЧНОГО. В случаях, если есть какие-то кисты, миомы и так далее, свечи МИТАКИ обязательно, свечи ШИТАКИ. Применять так. Сегодня на ночь ректально вставляется, например, свеча ШИТАКИ. Завтра пропуск, послезавтра свеча МИТАКИ, потом опять пропуск и так далее. Цикл замыкается таким образом на два месяца, потребуется по одной коробочке, а в каждой 10 свечек ШИТАКИ и МИТАКИ. Минимальный курс 4 месяца. Доброкачественные опухоли лечатся долго, не менее длительный срок, чем злокачественные. Помните об этом, потому что к ним малый приток крови, капилляры. Плохо проросли кровеностная сеть, значит, питательные вещества и лекарственные доходят не так активно. А вот в раковые наоборот опухоль. Поэтому она быстро порой растет, особенно у молодых людей. Про рак смотрите мои видео, которые будут под этим видео, если хотите понять причины, последствия, так сказать, какие есть препараты, как можно при системном подходе излечиться даже от разных форм рака. Теперь, вот очень важное свойство митаки это снижать вот эту выраженность климатерических явлений у женщин. Вот, например, доктор медицины, гинеколог Касуко Исудзе, тоже японец, говорит, что митаки способен уменьшать частоту прилива крови, потливо снижать раздражительность во время климакса. Кроме того, он выводит холестерин, и это в этот период тоже крайне важно. Ну, собственно, о чем я говорил. Так вот, его третье свойство, способно снижать, устранять неприятные вот эти явления вот этого предминструального синдрома, кстати, тоже говоря не только о климаксе, а предминструальном синдроме, это как раз вот эти раздражительности, тянущие боли, известно сотни лет. И сейчас я об этом немножко расскажу. Ну, вот, еще в 14 веке китайский врач Ву Руи был такой врач, утверждал, что митаки очень полезен при лечении разных форм женских недомоганий, патологий. Это не единственный врач, который утверждал, что митаки относится к новому поколению лекарств, которые перевернут, представьте, в 14 веке человек говорил, перевернут взгляды медиков на данные проблемы в будущем. Так вот, еще одно есть свойство у митаки. Он способен рассасывать доброкачественные опухоли, особенно в женском организме. Это миома, фибромы, кисты и так далее. Применяется однозначно и лечит мастопатией. Так вот, в 1981 году на конгрессе венгерского общества фунготерапевта доктор Глейти и его коллеги, которые основывались на результатах своих исследований, своего опыта по воздействию митаки в гинекологии, заявили, что по эффективности грибы не имеют аналогов ни с какими известными препаратами в мире, к тому же они нормализуют гормональный фон у женщин и не имеют аналогов среди синтетических лекарственных препаратов. Понимаете? Более того, в митаке также обнаружены вещества, которые поддерживают работу печени, борются с гепатитами, то есть вирусными заболеваниями печени и циррозом печени даже, а уж вместе с трутовиком лиственничным и подавно. Были исследования огромного количества японских, китайских, других, американских, немецких исследователей. Теперь, что касается по практике российской. Имеется 25-летний опыт работать с этим грибом в центре функотерапии. Имеется огромная накопленная обратная связь и карты истории болезней. И скажу так, что вот при всех проблемах, перечисленных мной, поддается лечение от 60 до 100%. Но еще поймите, что если при этом учесть другие факторы, которые плохо влияют на здоровье, и их убрать из своей жизни, наладить питание, образ жизни, мышление, то тогда естественно эффективность будет гораздо выше, тем более, если еще добавить лечение травами. Я последнее, что хочу особенно подчеркнуть. Мастопатия ведь очень распространенное заболевание, которое возникает в результате, как правило, у женщин, абортов, этого страшного преступления, которое, конечно, категорически еще молодые, если смотрят меня, особенно девушки, так сказать, я предостерегаю это страшное преступление делать, за которое всю жизнь придется платиться рано или поздно, и так или иначе обязательно. Это убийство, безусловно, и тем не менее, с точки зрения физиологии, да, возникает в основном, хотя не только. Потому что, а знаете почему? Потому что есть при этом насильственная переориентация, как бы сбой гормонального фона, который приводит к этому. Так вот, в редких случаях мастопатия, но тем не менее, она перерождается и в рак. Обычно методика применяется такая, как раз вот именно та самая митаки, шитаки, свечи митаки, шитаки и трутовик. Применяется долго, до года, а не менее. Да, более того, обязательно крем веселка применяете и мажьте, если есть проблемы там, соответственно, с опухолями, где бы они не находились. Понятно, что они находятся под кожей, но вот те места на коже, проекция подкожных слоев, тканей, мажьте с большим запасом, то есть сантиметров 10 в стороны, от мест локализации проблем, значит, 2-3 раза в день с двойным подходом втерли, высохло, еще раз нанесли. Пожалуй, что я сегодня хотел сказать вам в этом выпуске, я надеюсь, что это было очень важно, познавательно, кому-то это вообще может быть и жизнь спасет, и здоровье, и нервы, и так далее, поэтому хочу вас спросить, если вас, мои зрители, интересуют дальнейшие мои видео на тему лечебных свойств грибных препаратов, но потом доберемся и до трав, то тогда, и все-таки травы-то везде найти можно, а по грибам информации мало, и поэтому я вот решил такую серию делать, целый цикл лекций по лечебным свойствам уникальных грибов, и я хочу спросить, если вы хотите дальше, пишите обязательно в комментариях, да, про какие, какие есть вопросы, на что-то отвечу кратко так, а буду обязательно учитывать ваши вопросы, делать видео дальнейшие, к тому же, я рекомендую посмотреть все остальные мои видео, потому что все они очень важные, там ценнейшая информация, что называется, каждое слово на вес золота, потому что это может, я говорю, спасти жизнь, увеличить и продолжительность жизни и качество. Что касается подписки, пожалуйста, подпишитесь тогда на мой канал, а главное, если вы даже подписаны, но не ставили колокольчик, вы увидите там под видео колокольчик, нажмите на него, тогда вам будут приходить уведомления о выходе моих новых видео, и вы точно ничего не пропустите, а то люди спрашивают, ну вот, мол, где же посмотреть, что-то, а вы подписаны, выясняется нет, потому что люди думают подписались, и все они увидят, нет, надо нажать уведомление, то есть колокольчик, и еще, если вы хотите рассылки персональные, ну, коллективные, но имеется в виду индивидуально, вам, да, в том числе, получать, по выходу новых каких-то интересных моих видео, там, приборов, технологий, продуктов, да мало ли чего еще, подпишитесь, под сайтом надгар.ру есть подписка, на рассылку, на вашу личную электронную почту, и на сайте юфролов.блог, ну, или хотя бы на один из них, до новых встреч, дорогие друзья, крепкого вам здоровья, оценивайте это видео, ставьте лайки, ну, и делитесь соцсетями, обязательно, с этим видео, и, конечно же, забыл сказать, как всегда, да, почти, что, если вы хотите купить качественные, только произведенные, высочайшего качества препараты, свежие и так далее, то на нашем сайте надгар.ру, в каталоге, вы всегда их можете выбрать, как наши другие биопродукты, их более 500 номинований, другие товары, заказать в любую точку России или стран мира, мы это отправим. Всего хорошего, до новых встреч.